Здравствуйте, это я. Приехали в Казань. Вот за мной железнодорожный вокзал. Есть один момент. В Казани оказывается два вокзала. Один называется Казань-1 или Казань-Пассажирский, а второй Казань-2. Так вот, если вы едете на Казань-Пассажирский, вы попадаете практически сразу в центр. А если вы на Казань-2, то вам придется еще до центра пилить. Время 22 часа 30 минут. Наша задача сейчас найти хоть какую-нибудь гостиницу переночевать. Ну а завтра уже можно подобрать что-нибудь поинтереснее и пойдем уже гулять. Сегодня, скорее всего, особо даже выходить никуда уже не будем. Ехали 6 часов. Посмотрим, что будет дальше. Остепило утро в Казани. Поночевали в гостинице Мон Плезир. Не могу рекомендовать эту гостиницу. Можно немножко доплатить и взять гораздо лучше номер. Но у нас не было выбора. Сегодня 9 мая, вчера было 8 мая. Приехало очень-очень много гостей. Обзвонили, наверное, с десяток гостиниц, но нигде не было места. Ну и взяли, что уже было. Сейчас найдем метро и, скорее всего, поедем на метро. Метро в Казани я еще не был. Потому что был я тут лет 20 назад, когда метра еще не было. Теперь оно появилось. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Вот такая вот интересная конструкция из велосипедов. Написано «Вело Казань». Символизирует, наверное, то, что в Казани очень хорошо развита велоинфраструктура. Здесь есть полностью велосипедный маршрут, на котором мы попробуем прокатиться. Вот такой вот скверик с соснами. Ну, это далеко от центра. Очень много, конечно, заборов. Хотели пройти вот там, но там перегорожено все. Город для пешеходов, но, тем не менее, есть места, которые приходится обходить далеко. Здесь вот такая теплая остановка. Зимой вполне себе тут комфортно находиться, скорее всего. Есть табло, которое почему-то не работает. Тут кондиционеры. Скорее всего, и в жару можно будет здесь укрыться. Стоит камера. Почему-то дверь подпирается веником. А вот здесь вот есть зарядка для телефонов. Место прикольное. Не во всех городах такая штука есть. Дошли до парка Урицкого. Вот такой вот маленький прудик с уточками, с чайками, с голубями. Голуби как купаются, интересно. Ручеек. И над ними мостики такие. Я на одном из них стою. Отходы сортируют. Ну, норвежцы бы, наверное, смеялись над этим. У них там, скорее всего, стоят 7 корзин, а здесь всего 2. Ну, хотя бы так. У нас не во всех городах есть корзины, а тут даже их 2. Отдельно пластик, металл, стекло. Отдельно другие отходы. Дошли до второго вокзала Казани. Казань-2. Сейчас здесь где-нибудь найдем метро. Надеюсь, это вот этот вход. И поедем в центр. Ну, и внутри метро тоже что-нибудь покажу. Спустились в метро. Ну, станция неглубокого залегания. Здесь даже эскалаторов нет. Несколько пролетов буквально прошли. Вот так вот это выглядит. Немножко напоминает московское. Уже тончики пластиковые. Сейчас будем ждать любой поезд. Потому что путь только один. Ну, и в маске нужно находиться обязательно. Там предупреждение висит. Доедем до центра и будем уже гулять там. Все названия дублируются на татарском. Как вы видите. Вот так. Люди любят свой язык, культуру. Молодцы. Вышли из метро. Немножко охладились. Там прохладненько довольно-таки. Я бы не сказал, что метро пользуется особой популярностью. Сегодня все-таки 9 мая. Народу не так уж и много. Мы сиди ехали. Не думаю, что этот транспорт выгоден для города. Ну, уж построили, построили. Надо использовать. Выход метро прямо напротив Кремля. Вот он за моей спиной. Сейчас пойдем там гулять, смотреть. Народу очень много, как вы видите. Автобусы здесь. Поднялись на горку. Стоим перед Спаской башней. Она так и называется. Спаская башня Казанского Кремля. Там вход. Потом мы туда сходим тоже внутрь. Такой панорамный вид открывается. Очень красиво, живописно. Ну, единственное, что здесь немножко не хватает деревьев. Люди в тенечке отдыхают. Здесь бы тоже их не помешало. Но, видимо, тогда бы она закрыла архитектуру. Отлично выбили на стенах. Недалеко от Кремля вот такие помпезные здания стоят. Это дворец земледельцев. Там дальше еще какое-то здание. Здание. И вот такой вот скверик. Пока просто прогуливаемся, смотрим. Так, ну все, сняли нормальный номер в отеле Рэдисон. К сожалению, в любимом Хилтоне были очень дорогие номера. Мэриот тоже весь занят в центре. Пришлось немножко отъехать от центра подальше. Все-таки Рэдисон, сетевой отель. Тут и качество хорошее. И ты знаешь, чего ожидаешь. Вот такие две большие кровати. Сейчас немножко отдохнем. И потом пойдем гулять по городу. Теперь уже ездил переночевать. Можно не париться. Так, и вид из окна. Так, ну вот здесь какая-то детская площадка. Это, по-моему, вообще детский сад какой-то. Ну, я надеюсь, что это не будет сильно шумно. Так, вот такая ванна с интересным регулятором. Как обычно с ним разбираться придется. Так, куча полотенец. Интересная косметика. Green Green. Так, здесь зубная щетка. Шапочка для душа. Пилка для ногтей. Там что-то нету. Зубная паста. Вот такое вот зеркало удобное. И раскладное. Перекресток. Идем в центр. Вот такое вот здание. Безвкусное. О, с национальными мотивами, я так понимаю. Или просто. Архитектор был большой фантазер. Ну и тут дальше. Казань Пелос есть. Такая небольшая панорамка города. Старые, скорее всего, купеческие дома. Ну, там дальше уже многоэтажечки пошли. Ну, и здесь такая детская площадка. Со всякими интересными вещами. Там даже вон фортепиано стоит. Жар птица. Там, по-моему, дуб зеленый. Только почему-то без цепи. Это, наверное, овечки. И цветут яблони, по-моему. Старенький трамвай. Еще деревянный. Само собой он уже никуда не поедет. Рельсы тут закончились давно. Но зайти не получится. Только постучать. Дальше конка. Это вагон, который таскали еще лошади. И дальше еще один такой маленький трамвайчик старенький. Ну, наверное, уже близко подходить не будем. Все и так видно. Залезать не хочу там фотографироваться. Пришли на озеро Кабан. Здесь можно даже катамаранчик взять. Набережную здесь отстроили совсем недавно. Она отличная. Из дерева. Деревянный помост. Такое место притяжения. Раньше тут, по-моему, просто был пустырь. Или просто заросли. Сейчас вот какая красота. Ну, если вдоль этой набережной идти, можно практически до центра уже дойти. Тут, кстати, даже туалеты бесплатные. А вот есть павильончик. И смотрите, какие фонарики интересные. Ну, и вдоль берега лавочка непрерывная. Можно прям сидеть в любом месте практически. Да, и там еще зона барбекю есть. Можно взять мангальчик, пожарить себе мясо. Люди это и делают. Здесь организовано такое небольшое эко-болото. Посажен рогоз, по-моему. Так вот интересно выглядит. Кто не видел болото в городе, приезжает и смотрит. Маленькая информация об очищении. Как очищается вода. У нас сначала поступает вот такой отстойник. Потом идет дальше. Там одна категория растений, потом другая, следующая. И в итоге потом вода очищенная попадает в озеро. Вот так вот работает экологический фильтр, так называемый. Вполне себе интересно. И самое главное, что эстетично. Никакой вони, кстати, нет. Обычно от болота чем-то пахнет. Вот тут прям все хорошо, приятно находиться. Люди сидят, никто не убегает отсюда. Так, идем дальше в центр. Здесь вот такой отель с таким сквериком. Ну а на той стороне видим старые купеческие домики и лодочную станцию. Там можно лодку арендовать и покататься. Ну или катамаран. А может, он нравится. Здесь вот такая вот интересная игра. Накачиваем воду. Набираем до шлюза. Потом открываем его. Он льется дальше. И здесь тоже надо набрать, чтобы потом, когда вода достигнет определенного уровня, она начала вращать вот эту вот турбину. Или как ее назвать? И с той стороны тоже конструкция для закачки воды. Вот ребята стараются, качают, тренируют свои коммуникативные навыки и работу в команде. Вот так вот интересно. Сам бы играл? Нет, не надо койку воды. Здесь нужно обязательно договариваться, потому что, если ты качаешь воду, то конкуренты могут с левой стороны отобрать у тебя ее. А ты, например, хочешь, чтобы она полилась на правую сторону. Ну и здесь немножко другая конфигурация роторной турбины. Ну, тоже интересно. Попробуем покрутить. Вероника! Пусти, макс! Девочки, сильнее! Дядя, покрутить надо. Все, рука устроена. Тут небольшая заводь. Можно порыбачить. То есть, там дети развлекаются, здесь дедушки рыбачат. Мамы с папами катаются на велосипедах или на катамаранах. В общем, развлечение. Любой вкус, цвет и возраст. Казанский федеральный университет или, в скобках, Приволжский. Есть такая площадь с фонтанами. Тоже можно посидеть, отдохнуть. Единственное, что деревьев нет. Как тут быть, когда палящее солнце. Ну, можно в крайнем случае в фонтан залезть. А вот тут мы видим государственный академический театр. Кажется так. Уже довольно крупный. Ну, а что меня еще удивляет, как челябинцы, это то, что очень мало маршрутных такси, так называемых газелек, пазиков. А ходят настоящие нормальные троллейбусы, автобусы. И они еще покрашены в цвет определенный. Троллейбусы в зеленый, автобусы в красный, трамваи. А трамвай, кстати, не помню в какой. Потом посмотрим мы обязательно. Вот такой вот интересный центр. Там старое здание виднеется. Идет туча, но, по-моему, она немножко обошла нас. Все-таки, я надеюсь, дождя не будет. Взял на прокат самокат от компании Уж. Самокат стоит 7 рублей в минуту. Довольно дорого. У нас в Челябинске в два раза дешевле. Ну, а что делать? Пропекиться надо. Вернулись к Кремлевской площади. Вот такая тут архитектура, по-моему. Какие-то государственные здания находятся. Администрация города, может, мэрия. И сейчас зайдем вот в эту спасковую башню. Время уже без 26. Посмотрим, что внутри находится. Вот так выглядит Кремль изнутри. Сегодня, кстати, день бесплатного посещения. С 4 по 11 мая мы удачно попали. Сейчас тут пройдемся, посмотрим. Ну, старина. Само собой, кое-где кирпичи уже отремонтированные. Новье. Ну и крыша вряд ли старая. Скорее всего, тоже переделка. Выглядит неплохо. Ну и окнобойницы. Очень удобно было отстреливаться, наверное, от врага из этих окошек маленьких. Одно здание с очень маленькими окнами. Это Братская крепость, по-моему, называется. Сама мечеть красивая. С четырьмя миноретами, по-моему. Внизу концерт, который за стенами не очень виден. Поют татарские песни. Здесь вот написано здание пожарной части. Какая интересная пожарная часть. Круто. Вот так вот гуляем по Кремлю. Смотрим, что тут есть. И еще один вид на мечеть. На территории Кремля есть не только мечеть, но и православный храм. Как видно. Ну и вот что-то такое. Наверное, это классицизм уже идет. Напоминающее здание Санкт-Петербурга. Такое здание в стиле барокко рядом с этой башенкой интересной. Здесь музейный комплекс, но уже все закрыто. Мы, как обычно, пришли поздно. Хотя, может быть, тут 9 мая, поэтому не все работает. Ну, а здесь резиденция президента, как оказалось. В России, по-моему, уже президентов практически нет, да? Только главы республик. Татарстан, по-моему, в этом плане отличается. Но, может быть, еще и Чечня. Надо этот момент уточнить. Смотрим на кирпич. Здание построено в 18 веке. Ну, где-то в 17-18 веках примерно. Там точная дата неизвестна. Из хорошо обожженного кирпича. И вот так вот оно стоит до сих пор. Очень-очень древнее здание. Называется она башня Сюэмбеки или Сюэмбеки. Поправьте там. В честь царицы, по-моему, названа. Которая правила после своего мужа. Раскопки древнего каменного пилона. Минарета Ледозорной башни написано. Все это уже очень-очень древнее. Наблюдаем руины мавзолея казанских ханов. Здесь они были захоронены. Провели раскопки. Сделали такой стеклянный навес. Чтобы можно было посмотреть. И никто туда не упал. Ну, здесь мы видим высеченные имена. И годы правления этих ханов. 15 век. 16. И так далее. Вот такое интересное место. Ну, еще вот там вот какая-то усыпальница, гробница. Если туда заглянуть, увидим какое-то захоронение. И вот с этой высоты можно посмотреть долину реки Казанки. Вот такая вот интересная панорама. Сегодня погодка хорошая. Солнца нет. И не жарко. Можно сидеть и наблюдать. Еду на электросамокате по улице, по велосипедной дорожке. Очень страшно. Одной рукой держусь. Батарейка садится уже всего лишь 13 км в час. Больше не выжимает. Надеюсь, доеду до стоянки. И там оставлю уже самокат. Очень красивая и комфортная Кремлевская улица. Вдоль ресторанов стоят даже столики. Ну, в общем, чувствуешь себя как в Европе. Вот такие нерегулируемые пешеходные переходы. Водители ездят очень аккуратно, внимательно. Спокойно переходишь улицу. Ничего ждать не надо. И отличная архитектура. Есть что посмотреть. Пришли в татарский ресторан и взяли себе. Татарский чай, балеш и кастыбей с сыром и зеленью. Попробуем, поедим. Заказ был оформлен на Эльдара. Как говорится, поигравь в татарина в Татарстане. Еще одно интересное здание. Такое очень помпезное. Судя по лепнине, это барокко. Архитектурный стиль. Дом Мушаковый называется. Он сейчас, к сожалению, на реставрации. По-моему, это национальная библиотека или что-то типа такого. Абсолютно оригинальная дверь. Я люблю вот такие двери. Мне нравятся. Скорее всего, открываются идеально. И работают до сих пор хорошо. Окна, скорее всего, уже заменены. Вряд ли они были такие простые. Но все равно хотя бы не пластик. Все-таки дерево. Это дерево. Вот еще дверь. Ну, может быть, это реставрация со старой. Либо это очень-очень хорошо сохранившаяся старая дверь. Красота. Балкон, конечно, сохранился не очень хорошо. Но все-таки выглядит до сих пор неплохо. Этому дому уже больше ста лет. По состоянию и по красоте он переплюнет многие современные здания. Знаменитый математик. Николай Иванович Лобачевский. Оказывается, он учился в Казани. Я даже не знал. Ну и тут такое учебное заведение. Это уже стиль классицизма. Симметричные линии и колонны. Ну, в таком же стиле любили строить в сталинские времена. Хотя, может быть, это сталинская архитектура. Похожа очень. Здание Казанского университета. И напротив памятник молодому Ленину. Ну, подожди, мне больше. Вот это место у студентов называется Сковородка, как было написано. И это излюбленное место, где можно было просиживать, прогуливать лекции. Только какой смысл просто сидеть и ничего не делать, непонятно. С таким же успехом можно было сидеть в лекционном зале. Ну, может быть, тут лавочкой немножко удобнее. Или попить пиво, например, можно. Вот такое вот место. Ну и дальше видим концертный зал. Центр студенческой жизни. Вот такие вот интересные надписи. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Всем с половиной кисты бургеров. Ну и где-то видел еще. А вот, соблюдайте дистанцию в 15 чпочмаков. То есть, нехитрым математическим расчетом можно определить, что 1 чпочмак это 10 сантиметров, да? Вот так вот интересно. Торговый центр Кольцо. Яркий пример того, как не нужно делать архитектуру. Архитектор был пьян. Мэрия города, которая одобрила этот проект, были еще более пьяны. Это площадь Габдулы-Тукая. Ну и, само собой, я не мог не посетить улицу Баумана. Вот она с такой башенкой православной. Очень многолюдная улица. Это местный Арбат. Сейчас прогуляемся туда-обратно. Здесь очень шумно, музыканты. Ну и неплохая архитектура. Посмотреть есть что. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой канализационный люк с гербом Казани. Государственный банк. Макдональдс. Как это полагается. Все рядом. Макдональдс. Когда милится я нерусатый друг, улыбнется хулиганом. И поведет его под руки, но в тюрьму окрестно рано встанет. Это любовь. Спередом он крыльями машет. Знаю, это любовь. Сердце не прячь, оно не промажет. Конь в пальто. И рядом самогон. Антиалкогольный музей с дегустацией. Здесь знаменитые самогонщики. Оригинальный музей города Казани ждет вас. История и культура, показанные с неожиданной гранью о древних панелях. Илани Грознан, Петри Первого, Екатериня Второй. Вы узнаете, что такое стременное. Ну все, прогулялись по улице Баумана и идем уже в гостиницу. Уже вечер. А завтра, возможно, придется рано вставать. Потом гуляют друзья. Наступило раннее утро. Примерно 12 часов дня мы снова гуляем по Казани. Вот такая вот улица. Идем от гостиницы в сторону центра снова. Сегодня хотим прогуляться по тем местам, где еще не были. И вот такое вот интересное здание увидел. Особняк промышленника Гаврилова. С таким орнаментом. И вот такие интересные окна. Все тоже отлично отреставрировано. Здесь сейчас находится офтальмологическая больница. Вот такой входит еще. Спускаемся вниз. Вся Казани в таком интересном рельефе. Где-то бывают перепады высот. Ближе к реке всегда чуть пониже. Интересное старинное здание. Смотрите, как сделан пандус. Это называется ужас инвалида или мамы с коляской. Можно пройти такой лабиринт, чтобы попасть в это здание. Надеюсь, это не медицинское учреждение. Вот такой интересный длинный подъем к Казанскому федеральному университету, я так понимаю. А здесь площадь Кабдула-Тукая. Кабдула-Тукая это поэт, публицист и общественный деятель. Кстати, рано умер очень. Ну, по-моему, был революционером. Писал такие сатирические тексты. Жизнь была тяжелого человека. Болел очень часто. И, кстати, от него, по-моему, родители даже отказались. Он там был в нескольких приемных семьях. Возможно, это сподвигло его на вот такие вот вещи революционные. Фигура неоднозначная. Но все-таки национальный герой. Здание старой оттеки. Сейчас поднимемся наверх и там найдем какой-нибудь кафе. Ну и снова на улице Паумана, как вы догадались. Обнаружили целую кучу майских жуков. Вот один ползет, второй ползет. А этот вообще встать не может. Жук упал и встать не может. Жден он, кто ему поможет. Сейчас мы ему поможем. Вот так вот перевернем его и пускай ползает. Что-то переворачивайся уже. Вон какие у меня усики. О, полетел. Скорее всего, яйца откладывают куда-то сюда. Памятник великому ученому Бутлеру. Описал явление изометрии. Это вещества, которые имеют одинаковый химический состав, но разные по структуре. Ну, насколько помню, вот так вот это было по химии. Он еще был, оказывается, и ученым-человодом. Немножко про сахаристые загнения там что-то. Эксперименты какие-то делал. Ну и в детстве он с друзьями создал какую-то бомбочку. И там экспериментировали, создавали порох. Бабахнуло так, что ему потом вешали табличку с надписью «Химик». Ну и вот эта шутка оказалась пророческой. После этого он все равно стал химиком. Вот такая интересная история. Прогуляемся сейчас вот по этому скверику. и дойдем до маленького озера. Такой фонтанчик с ангелочками. Старенький, но функционирующий. Это отличная паилка для голубей и птичек остальных. Тут и воробьи прилетают. Там сидит и на нас смотрит. Вот такой вот парк. Там дальше озеро. Ну и здесь нонсенс. Абсолютно бесплатный туалет. Тут правда очередь, но все равно он бесплатный. Для некоторых городов это удивительно, потому что даже платных не бывает. А здесь абсолютно бесплатный. Дошли до Черного озера. Это такой приятный парк. Здесь большие деревья. Можно в тенечке на лавочках отдохнуть. Ну и вот такая интересная архитектура. Ну сидишь, смотришь на это все. Радуется глаз. Пишина, спокойствие. Напоминает чем-то чистые пруды. Ну немножко поменьше. Тут уже есть сходство. Прогуливаемся по Кремлевской набережной. Ну не сказать, что прям уютно, потому что сегодня жарко. И даже тенечка нет никакого. Хочется вот на лавочку присесть, но понимаешь, что ты просто обгоришь. И у меня уже все лицо красное. Ну там пешеходная зона по краям, посередине велосипедная. Но как видите, не все пешеходы понимают, что велосипедная дорожка это только для велосипедов. Ничего, привыкнут когда-нибудь. Можно немножко спуститься ближе к воде. Есть такие лежаки специальные. Ну тоже, как я говорил, я не хочу здесь загорать сейчас. А вот на воды реки Казанки можно посмотреть. Взял снова самокат. Катаемся по Кремлевской набережной. Отличная дорога. Смотрите, какая гладкая. Здесь отдельно пешеходная зона, отдельно велосипедная. Ну как говорил, пешеходы не все соображают где что. И вид на Новую Казань. Доехали до моста Миллениум. Но здесь вне бесполетная зона, скажем так. Самокат, когда заезжает на эту площадку, перестает работать. Как-то интересно сделано. Здесь детские площадки. Можно покататься на роликах. Здесь на катерах катаются, на водных мотоциклах, на гидроциклах, на гидроскутерах. Доехали до сюда не совсем без последствий я все-таки умудрился упасть. Хорошо, что не на небольшой скорости ободрался локоть. Вроде в остальном все цело. Даже телефон не разбил. Не пытайтесь кататься на самокате и снимать видео одновременно. Это глупая затея. Вот такой вот совет. Все, сейчас самокаты оставим и дальше пойдем. Поднимаюсь в гору и начинаю немножко жалеть, что оставил самокат где-то там. Фу, ну ладно. Кистебургер, который я сегодня съел, надо как-то зажигать. Видимо, это один из способов. Проходим мимо Казанского-Суворовского на училище. Там небольшой памятник. Вот такой приятный скверик. Ну, правда, улица шумная. Напротив Казанское художественное училище с такой интересной архитектурой. В середине такая башенка полупрозрачная. Ну и здесь Государственный аграрный университет. Такое интересное здание. Старое здесь находится кафедра судебной медицины. Казанского государственного медуниверситета. И напротив тоже какое-то интересное здание. Бывший, по-моему, храм какой-то. Казанский институт авиации и тот самый Туполев, который создал самолеты Ту. Вот они здесь. Ту-104, Ту-122, Ту-144. По-моему, некоторые из них до сих пор летают. В гражданской авиации и не только в гражданской. А это у нас Кожно-минералогическая республиканская больница. Это роддом или акушерско-физиологическое отделение. И вот родители и родственники встречают нового жителя Казани, недавно родившегося с шариками, с цветами. А мы гуляем дальше. Знаменитый академик СССР Вишневский Александр Васильевич. Все, наверное, прекрасно знают, что такое мазь Вишневского. Ее запах никогда не забудешь. Вот это ее создатель. Если кто не знает про мазь Вишневского, спросите у родственников. Недалеко находится здание Сбербанка. Здание Сбербанка всегда отличается с особой уродливостью. Практически во всем городе все здания Сбербанка они уродливы. Ну и еще пенсионный фонд тоже может отличиться. До пенсионного фонда еще не дошли. Но я думаю, если дойдем, то будет не менее уродливо. Здание Казанского медицинского университета. Стиль классицизм не спутаешь ни с чем. Вот он выглядит так. Старенькое здание. Вот здесь вот такой вот прикольный ягуар. Кабриолет. Наверное, это у какого-нибудь студента. И, конечно же, я найду грязь даже в любом центре города. Вот такая вот убитая дорожка. Это мы идем в сторону гостиницы. Тут решили немножко срезать. Зато тут есть колоночка. Кажется, даже будет вода. Сейчас посмотрим. Да, бежит. Пожалуйста, можно и попить, и помыть руки. Вот здесь вот. Какая красота. И это центр Казани. Бывает и такое. Напротив, вот тут зато такое интересное здание современное. Интересно, как тут живется этим жителям. Непонятно. Улица называется Петербургская. Вот это, кстати, здание, которое испохабили сайдингом. Написано, что оно охраняется государством, но, по-моему, его уже испортили. Театр и огроменный-громенный Эчпочмак. Это ж что-то жрать захотелось немножко. Это кулинария Алла-Наш из дерева. Православный храм. Мы направляемся снова на озеро Кабан. Немножко там снова прогуляемся, скорее всего. Делали большую глупость. Не перешли 100 метров назад по светофору улицу. И не можем теперь попасть на озеро Кабан вообще никак. Вот хочешь перейти, но не можешь. Следующий светофор только метров через 500 будет. Вот такой вот минус. Многополосное шоссе в центре города, где люди хотят гулять, не могут банально перейти. А если ты с коляской, а если ты плохо ходишь или инвалид, я вообще не представляю. Но придется идти. Вот такая вот интересная улица. Вот эта улица называется Правобулачная, а вот та Левобулачная. Между ними вот такой вот канал. Если честно, водичка не очень чистая. Чуть дальше проходили там вот ближе к центру. Немножко она пованивает канализационными стоками. Здесь уже чуть посвежее стало. Вот такие вот старенькие интересные домики. Интересная, приятная улица, но шумновато, если честно, потому что очень много автомобилей едут на большой скорости. А вот здесь вот еще решетка канализации, вот она так трещит, когда там машины заезжают. Надо было эту улицу сужать, чтобы успокоить трафик. Можно было здесь гулять. Ну, а саму речку неплохо бы почистить. Или сделать так, чтобы сюда не попадали канализационные стоки. Вот так вот она идет дальше, дальше и практически до Кремля. И между кварталами такие мостики. Интересно, приятно прогуляться. Дошли до небольшого сада Кирова. Здесь находится вот такой фонтанчик. Ну, кто-то утверждает, что земля держится на трех китах, а в Казани уверены, что земля держится тремя полугулыми мужиками в облегающих брюках. Современное здание в скандинавском стиле. Такие с темными фасадами. По-моему, нижняя часть это офисы или рестораны, верхняя, наверное, даже и жилые дома. Может быть, неплохой вариант, кто хочет присмотреть себе жилье. Улица не очень шумная, можно посмотреть себе квартирку. На другой стороне вот такой стояненький здание. Наконец-то в Казани обнаружено здание в стиле модерн. Я уже думал, таких зданий нет. Вот оно, пожалуйста. и самое интересное, что оно никак не используется. На одной стороне магазин, на второй половине вообще ничего нет. Интересно, что сверху. На жилые дома не похоже. Ну, а рядом мечеть с синими куполами. Перешли на другую сторону озера. Здесь такая лодочная станция. Ну, и сейчас посмотрим, что там по ценам. Сколько стоит катамаранчик, сколько лодка. Вот здесь велосипедная дорожка, как с другой стороны. Можно взять самокат, прокатиться. Вот такие цены. Двухместный катамаранчик на 30 минут стоит 400 рублей, на час 650. И каждые дополнительные минуты стоят очень дорого, 150. Поэтому есть смысл не тормозить. Ну, кататься мы сегодня не будем. Я, к сожалению, забыл спасательный жилет дома. Просто посмотрим и пойдем дальше. Вот такое вот интересное здание. Это бывший пивной завод, как оказалось. За стенами этого большого забора, скажем так, вообще все здания развалены. По-моему, здание 19 века. Вот, господа инвесторы, посмотрите, присмотритесь, может быть, что-нибудь типа гостиницы можно построить или даже тот же пивной завод восстановить. Был бы интересный вариант. Еще посмотрим на систему очищения озера. Вот так вот секторами вода переходит из одного бассейна в другой и в конце концов очищается и попадает в озеро. Сделали полный круг вокруг озера. Вышло где-то 6 километров. Ну, а теперь направляемся уже домой, точнее, в гостиницу. Завтра утром рано вставать и уже поедем домой. Ну, вот и все. Сегодня мы уезжаем из Казани. Были здесь три ночи и три дня. Через час уже поезд. Нахожусь на привокзальной площади. Здесь фонтанчики. И сегодня очень-очень жарко. 26 градусов. На солнце скорее всего вообще выше 30. Я тут успел загореть за эти три дня. Немножко даже кожа облезла местами. Наблюдаем вот здесь вот символ Казани. Чудовище Зеланд на гербе Казани. Это чудовище изображено. У него ноги как у птицы, а голова как у дракона. Вот такой вот интересный зверь. В Казани нам очень понравилось. Интересный колоритный город, интересная кухня, своеобразная. Очень жирная правда, но стоит попробовать. В то же время отличная архитектура. Есть неплохие пешеходные места, где можно прогуляться, можно прокатиться на самокате по интересным местам. Если вы еще до сих пор не были в Казани, срочно исправляйтесь, берите билеты, езжайте. Такой небольшой маршрут выходного дня на 2-3 дня. Можно даже в принципе на неделю зависнуть, но в этом случае лучше снимите квартиру, потому что в гостинице будет дороговато жить. Ну и не делайте глупостей, как мы. Мы приехали на Абум, я отели не бронировал, и поэтому у нас немножко первую ночь не получилось. Поэтому сразу бронируйте заранее, особенно если уедете в праздники. Ну на этом все. и напишите, где я еще не был. Возможно я какие-то достопримечательности не показал, но на самом деле я снимал не все. Скорее всего больше половины достопримечательностей я упустил. Путешествуйте, не сидите дома на диване. Всем пока и удачи!